Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 октября 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов и Елена Воинова. Здравия тебе, Елена. Здравствуйте. Здравствуй, Алексей. Сегодня тема у нас «Дети в спорте. О чем важно знать родителям юных спортсменов». Вот такая веселенькая тема у нас. Я хотел бы для начала, чтобы, Елена, ты о себе немножко рассказала, потому что важно понять, чем ты занимаешься, и, исходя из этого, будет ясно, почему такая тема. Хорошо. Меня зовут Елена, как уже представили. Я психолог, кандидат психологических наук, и именно последние годы я занимаюсь именно спортивной психологией. До этого был опыт большой работы в медицинских учреждениях. Я преподавала в системе высшего образования, в управлении персоналом, и даже в службе безопасности был такой опыт. И вот последние именно годы затянули меня спортсмены, затянула спортивная психология. И я поняла, что весь предыдущий опыт, он полезен именно здесь. Часто спрашиваю, да, почему спорт? Были ли вы сами спортсменкой в прошлом? Так что сразу отвечу, потому что наверняка такие вопросы будут. В детстве я занималась спортом, спортивной гимнастикой. И скажу, что, в принципе, мне это очень нравилось, были успехи определенные. Но по настоянию врачей меня родители забрали из большого спорта и потом занималась профессиональными танцами. В принципе, все вот эти вещи, как страхи, предстартовая лихорадка, боль, усталость, радость успеха, это все через меня прошло, поэтому я со всем этим знакома. И сейчас вот работаю больше со спортсменами, использую и свой личный опыт, и, конечно, тот опыт, который получил в течение профессиональной деятельности. Ну и сейчас среди моих клиентов, пациентов, так скажем, 80% – это именно спортсмены, родители спортсменов, тренеры. Могу рассказать, вот чем занимаемся с каждыми из них вкратце, чтобы было понятно, наверное, да? Да, конечно. Ну, со спортсменами, если говорим, у меня спортсмены, могу сказать, от самых маленьких, это от 4 лет, самые младшие, и до, ну, в общем-то, до, там неограниченное количество возрастной, нет какой-то такой планки. Что мы делаем? Во-первых, учимся преодолевать страхи, которых очень много у спортсменов, учимся правильно ставить цели, чтобы они не утяжеляли спортсменов перед стартом, например, а наоборот, давали им силу, давали им возможность быть уверенными, ну и прорабатываем разные, конечно, индивидуальные сложности и проблемы. С родителями учимся экологично и правильно относиться к успехам и неудачам своих детей, опять же, чтобы предупредить демотивацию детей и чтобы не допустить развития неврозов, депрессии у них, которые тоже нередко бывают. Ну, а с тренерами тоже учимся правильно относиться к своим воспитанникам, именно с психологической точки зрения, выстраивать тренировочный, соревновательный процесс так, чтобы, опять же, предупредить развитие лишних навязанных страхов и чтобы помогать им быть более уверенными, достигать тех желаемых результатов, в том числе побед, к которым они все стремятся. И вот я хочу проговорить сразу, у меня есть такая небольшая шпаргалка перед собой, потому что информации на самом деле очень много, я ее выстроила у себя на листочке, но чтобы не отвлекаться, и чтобы уложиться во временные рамки эфира. Поэтому буду иногда заглядывать вниз в листочек. Вот, ну и чтобы, вот, какие бы темы сегодня хотелось раскрыть. Первое – это плюсы и подводные камни вообще детей в спорте, именно с точки зрения спортивного психолога, потому что я, ну, даже больше скажу детский спортивный психолог, чем взрослый. И второй момент – это вот как сохранить мотивацию ребенка, который уже в большом спорте, и чтобы не доводить его до неврозов, до депрессии, с которыми часто ко мне приводят, могу сказать. Ну и тогда начнем с первой темы, да? Да, конечно, можно начинать. Вот первую тему я бы вот сама назвала, сама для себя это отдавать или не отдавать вообще детей в спорт, и плюсы и подводные камни. Хотелось бы начать именно с того, что я работаю не только со спортсменами, как я сказала, у меня спортсменов процентов 80, а остальные 20% – это дети, которые не занимаются спортом, занимаются чем-то другим, например, или вообще не занимаются ничем. И, ну, все приходят к психологу с какими-то трудностями, проблемами, да? К психологу вообще очень редко приходят, когда все хорошо. У каждой категории этих детей есть какие-то свои сложности. Но я бы вот могла разделить все-таки вот на эти две такие группы своих клиентов. Первая – это дети, которые чем-то заняты в целом, не обязательно спортом. Это может быть и музыка, это может быть там танцы, это могут быть изобразительные, может быть, искусства. А вторая категория – это дети, ничем не занимающиеся. То есть, ну, по каким-то причинам. Или они ушли, например, чем-то занимались и на данный момент перестали. Или, например, ну, опять же, по каким-то причинам и не занимались ничем. И вот когда я думала про одну и другую группу, вот стали всплывать ассоциации, определенные слова, которые относятся вот к каждой из этих групп. И вот если к первой группе, когда я думала о детях, которые заняты чем-то, то пришли вот такие слова – цель, преодоление, рост, внутренняя борьба, достижение. А когда вспоминала детей из второй группы, которые ничем не заняты, которые, ну, больше предоставлены сами себе, то всплыли вот именно такие слова – пустота, неверие в себя, ведомость, бесцельность, страдания. И, соответственно, проблемы у этих детей тоже разные, тоже отличаются. Я бы не сказала, что, например, у первой группы меньше трудностей или проблем. Нет. Просто они качественно разные, другие совсем. И вот сейчас хотелось бы озвучить как раз, какими трудностями и проблемами приходят те и другие дети. Вот дети, занятые, в том числе спортом, на первом месте, вот с чем обращаются и что я вижу – это неврозы. Неврозы от каких-либо некорректных действий взрослых. То есть это когда родители, тренеры, педагоги, ну, таким образом себя ведут, что дети начинают реагировать вот именно через невротические нарушения. То есть они загоняют сами в себя вот эти вот тревоги, страхи и потом ко мне приводят, там уже ребёнок не в состоянии показывать каких-либо результатов, какие-либо результаты, а скорее, наоборот, уже требуют помощи. На втором месте – это депрессивные симптомы, именно не депрессии, а депрессивные симптомы на фоне череды неудач, поражений. И вот как это могут, например, сами родители заметить, данные проявления? Ну, обычно говорят, три кита депрессии. Первый кит – это когда снижается настроение, то есть ребёнок, ну, так скажем, в безрадостном виде, в том числе ходит на тренировки, больше слёз, меньше радости. На втором месте – это двигательная активность снижается, то есть меньше сил, больше сонливости, больше такой апатии в поведении. Ну и третий – это снижение когнитивной функции, то есть когда ребёнок становится менее внимательным, начинает хуже соображать, в общем-то, вот хуже учиться даже, то есть снижается такая эффективность обучаемости. На третьем месте – какая проблема у детей, которые именно занимаются чем? Это неумение себя настраивать, собирать перед выступлениями, с этим обращаются. Ну и на четвёртом месте – это страхи, панические атаки. То есть на самом деле страхов очень много, но это уже как следствие даже неврозов они начинают проявляться. И вот для чего я это рассказываю? Чтобы сравнить с проблемами, с которыми обращаются дети, ничем не занятые. И первая проблема детей, которые ничем не заняты, которые предоставлены сами себе, это уже депрессия, апатия, но это уже не просто депрессивные какие-то нарушения, а именно депрессия на фоне бессмысленности своей жизни. И если вы сейчас, ну вот некоторые, наверное, подумали, что это больше относится к подросткам, уже больше взрослым детям. Нет, обращаются именно с детьми уже с 8-9 лет, потому что уже в этом возрасте ребёнок начинает сам про себя говорить. Я не знаю, мне ничего не интересно, я не знаю вообще, зачем я нужен, я никому не нужен. И вот с такими словами, с таким настроением вот я работаю, когда приходят дети. Вернее, приводят их скорее, они даже не сами приходят. Вторая область проблем у современных детей, которые ничем не заняты, это раннее приобщение к асоциальным субкультурам. То есть если они, например, ничем целенаправленно не занимаются, то всё равно их энергия куда-то направляется. И они начинают приобщаться, ну к очень разам, я не буду, наверное, всё перечислять. Но вот в самые, наверное, частые в последнее время, и я бы сказала, меня шокирующе даже бывает, что совсем, в общем-то, ещё малые дети, так скажем, 8-9-10 лет, уже проблемы с незавершёнными суицидами бывают, к гомосексуализму уже есть причастные. Причём вот если говорить о последней вот этой вот особенности, то здесь больше навязаны такие вот, ну как бы, навязанное приобщение, я бы сказала. Это никак не связано с какими-то природными особенностями детей. Ну и уже психические нарушения на фоне вот всех вот этих вот вещей. Поэтому, когда меня спрашивают, отдавать куда-то детей или нет, нужно ли их целенаправленно отдавать, там, в спорт, например, или ещё в какую-то деятельность, я, конечно, говорю, однозначно отдавать, чтобы вот не встречаться со всеми вот этими особенностями, про которые я проговорила сейчас. Вот. Ну и раз уж решили отдавать, и сегодня у нас тема «Больше спорт», я составила такую вот, ну как бы, инструкцию, памятку для родителей, которая, может быть, поможет в чём-то сориентироваться, поможет для себя, ну как-то вот найти именно своё направление в спорте или вообще выбрать что-то другое, не обязательно спорт. Ну и, наверное, пройдусь вот прям по отдельным пунктам, по каждому из них проговорю и буду приводить примеры, чтобы было понятно. Итак, первый пункт для родителей, для памятка для родителей. Всегда говорю, что дети – это не реализаторы ваших мечтаний, ваших желаний, каких-то несбывшихся ваших амбиций. И совсем не обязательно, что если вы там в прошлом были фигуристом и почему-то по какой-то причине не стали олимпийским чемпионом, что ваш ребёнок обязательно должен это сделать за вас. Просто с этим очень часто сталкиваюсь. Родители ведут своих детей туда, то, что им самим нравится, и ну прям очень настойчиво пытаются сделать из них чемпионов. А когда разговариваю с ребёнком, и дети мне говорят, да вот я занимаюсь, потому что этого мама хочет или этого папа хочет, а сам-то я вообще люблю рисовать или я сама хотела бы пойти на танцы или в балет, или куда-то. То есть родители, в принципе, не всегда готовы услышать своего ребёнка, потому что у них есть своя картинка мира, и они считают, что они лучше знают, что нужно ребёнку. И в этом есть вот большая такая, с самого начала уже большая сложность и проблема, потому что уже отсюда начинает развиваться невротический конфликт такой внутри ребёнка. То есть это мне не нравится, я этого не хочу, но я этим занимаюсь, потому что этого хочет там мама, папа или ещё кто-нибудь. И могу сказать, что на самом деле дети достигают результатов, чего вот ожидают в основном родители, именно там, к чему у них есть предрасположенность, к чему они сами склонны. И вот если мы не просто свои какие-то навяжем, там занятия, виды спорта, там или ещё какие-то занятия, а поможем ребёнку найти себя, то это будет большой подарок от нас, от родителей, своим детям, чтобы дети уже шли более уверенно по своей жизни, по пути своей жизни и находили и реализовывали себя в этом. Второй момент, чтобы выбрать, вот какой вид спорта, нужно дать попробовать. Вот тоже такое правило. Просто опять же есть родители, которые по своему усмотрению привели и говорят, нет, зачем метаться, не надо метаться, раз уж привели, давайте занимайтесь, чтобы целенаправленно. В общем-то, опять же, не учитывая интересы какие-то ребёнка. Сейчас есть разные методы, да, вот чтобы определить, к какому виду спорта или деятельности предрасположен ребёнок. Есть анкеты, есть, я знаю, что даже программы какие-то, когда ребёнку присоединяют там определённые датчики, датчики снимают особенности деятельности их нервной системы, особенности работы головы, головного мозга, и потом дают какие-то заключения, есть предрасположенность к какому-то виду деятельности или нет. Изучала вот эти направления, просто чтобы самой разобраться, понять, на самом деле, они настолько точны или нет. Ну, вот могу сказать, что в своей литературе, вот которую я изучала, пока не встретила ещё ни одного исследования, которое бы подтвердило именно надёжность, достоверность вот этих методик. То есть ещё ни одного лонгитюдного исследования не было проведено. То есть рекомендации дают, но, в принципе, что дальше, да, насколько они проверяемы, пока никто этого не может сказать. Ну, или я не встречала таких данных. Вот. Иногда оценивают ребёнка по каким-то антропометрическим данным. Ну, особенно это вот тренеры, да, смотрят. Например, там высокие туда, более низкие там ростом туда ребёнок, более полненькие туда и так далее. Там объём лёгких, определённые мышечные там вот замеры делаются. Но опять же, вот практика показывает, что не всегда вот подобные даже тесты могут, ну, дать такое основание для того, чтобы сказать, ребёнок подходит или не подходит. Ну, даже есть такие известные примеры из наших, вот, из жизни наших олимпийских чемпионов. Наверное, вот все знают Александра Попова, да, пловец. Ну, как, по крайней мере, написано в книгах, я с ним лично не знакома, ничего не могу сказать об этом, что его привели в бассейн просто для того, чтобы научить плавать. И он вообще не умел плавать. И он, мальчик, был достаточно, ну, такой вот, не совсем спортивного телосложения. Но, тем не менее, в настоящее время, к настоящему, да, времени он уже четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель чемпионатов мира. Ирина Роднина, да, тоже вот такой вот пример. Её отдали, потому что она часто болела пневмониями, её отдали фигурное катание, чтобы она закалилась. Ну, и в результате человек нашёл себя и, в общем-то, вот стал тоже трёхкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. Поэтому вот все вот эти тесты, все эти вот, ну, как бы уже наблюдения иногда разбиваются в практическую деятельность. Поэтому если... Вот, наверное, два главных параметра, которые я бы отметила, на которые стоит опираться. То есть первое – это ребёнок получает радость от того, что он делает. Вот если вашему ребёнку нравится, если он получает от этого радость, то пусть ходит. На самом деле вот там, где живёт радость, там живёт и развитие, и там ребёнок находит себя. Пусть даже не сразу. То есть у нас очень многое зависит от характера, от темперамента ребёнка. У некоторых это более длинный путь к успеху, у некоторых быстрее всё получается. Но тем не менее, если ребёнку нравится, значит здесь вот есть зерно успеха. И второй момент – это если он обучается, если он быстро осваивает что-то. Вот если ему дано быстро осваивать технику, у него получается осваивать то, что ему дают. То есть здесь тоже явно лежит вот его предрасположенность. Но могу сразу сказать, что бывает, например, есть интерес, но не сразу получается развиваться. И в принципе здесь ничего страшного, нужно дать ребёнку время освоиться и почувствовать себя вот в той или иной деятельности. Ну и наоборот, ребёнок быстро осваивается, но не всегда бывает интерес, мотивация к какому-то виду деятельности. Здесь у меня, ну, наверное, свои такие пожелания. Не ставить ребёнку сразу какие-то сложные, амбициозные цели, даже если у него что-то получается, не вешать на него там заранее ярлык чемпиона, а, как я говорю, ешьте слона по кусочкам. И нужно сразу там замахиваться и самим, и ребёнка утяжелять вот этой целью, достигать каких-то больших результатов. Видите, что развивается ребёнок? Ешьте слона по кусочкам. Прожили там, например, период, сделали какие-то свои плюсы, набрали, планируем дальше. Просто вот могу привести сразу пример. Талантливая спортсменка быстро осваивала всё в виде спорта, но мотивация понизилась. Особенно это бывает в подростковом возрасте, когда меняются приоритеты, хочется пообщаться с друзьями, а здесь постоянные тренировки, никакой личной жизни. И вот, в принципе, можно было бы передавить и сказать, ну что ты, нет, давай, все надежды на тебя, ты у нас там звезда, тебе нужно идти вперёд. А девочка, в принципе, могла бы уже бросить спорт. И, в принципе, мы начали работать именно вот таким образом. Давай доживём до одного соревнования, давай до другого. Потом поставили цель выполнить КМС, и, в принципе, тренируются, соревнуются, и человек остался в спорте. То есть надо быть просто очень аккуратным и вот выстраивать эту работу обдуманно, а не просто заставлять, передавливать и так далее. Это я немножко уже вперёд забежала, да. Сейчас мы говорим всё-таки о юных спортсменах. И вот третье правило, которое бы я, наверное, тоже хотела бы озвучить родителям, выбирайте тренера, а не спортивную школу. Тоже очень бывают разные нюансы. Идут на имя, идут там на какие-то вот такие внешние факторы. Приводят ребёнка в спортивную школу, попадают к тренеру, после которого ко мне приходят с неврозами и депрессиями. Потому что тренеры тоже бывают разные. Вот мне посчастливилось, у меня очень много именно в опыте работы хороших тренеров, которые заинтересованы в детях, которые на самом деле не просто там какие-то амбиции свои отрабатывают или деньги зарабатывают, а некоторые тренеры даже свои деньги вкладывают для того, чтобы вывести ребёнка на соревнования, чтобы помочь ему, например, пройти какой-то спортивный путь, когда родители не могут этого обеспечить. Но есть и тренеры тоже в опыте, и мы с такими не срабатываемся, как правило, потому что, я не вижу смысла просто работать с такими тренерами. Приведу пример, конечно, не буду называть фамилию и имя, но вот был такой пример, очень неприятный, наверное, для меня. Тренер, который занимается с фигуристами, маленькими фигуристами, там где-то 6, 7-8 лет. Тренер достаточно некорректный в общении, она могла и материть, могла выйти покурить, возвращается, видимо, вся перенервничает, опять матерится, могла унижать своих детей. Могу сказать, что в этой группе точно не было результатов у детей, но это был единственный тренер, который вел именно этот возраст. Поэтому, когда я вот задавала вопрос родителям, а что вас удерживает, зачем вам такие вот испытания, вам и детям, потому что у детей сплошь, вот были невротические нарушения, с которыми, опять же, ко мне приводили этих детей, они, ну, говорили, это единственный тренер этого возраста, и мы не можем никуда больше вот определить ребенка. Но вот здесь я всегда все-таки задаю вопрос, что для вас важнее, результаты, которые, в принципе, нет с этим тренером, или все-таки здоровье вашего ребенка, может быть, попробовать все-таки было переориентировать, ну, если уж совсем такая безвыходная ситуация, на что-то другое, ну, или решать как-то по-другому это. Ну, и если все-таки выбрали тренера, и начали, например, ходить к нему, я всегда рекомендую уделять и доверять своим детям, уделять им внимание, особенно, когда они на что-то жалуются, или, например, говорят. Я не из тех людей, которые вообще приветствуют там растить рафинированных детей, там, чтобы на каждую жалобу там бежать и шашкой махать, нет, ни в коем случае. Но я призываю к тому, чтобы к детям все-таки прислушиваться, потому что, опять же, в практике бывает такое, что дети раз расскажут, что там тренер как-то вот, ну, не совсем корректно повел себя, еще что-то расскажет, а родители там или не реагируют, или говорят, ну, что ты там придумываешь, такого не может быть, мы же общались с твоим тренером, все нормально. Вот, а потом это начинает, вот, как снежный ком нарастает, то есть ребенок испытывает вот такой дискомфорт сильнейший, который его приводит к определенным состояниям, результаты падают, потому что я сразу говорю, что с неврозами и с депрессиями дети не побеждают, у них нет результатов, как правило. И потом, в общем-то, приходят ко мне, что нет результатов, мы начинаем выяснять, ну, в общем, вот такая вот. Поэтому лучше прислушиваться изначально к своим детям и проверять информацию, то есть включать критическое мышление, включать такую вот осознанность, и если уже, когда вы полностью уже доверились своему тренеру, то есть вы уже прошли там определенные ступени с ним, спортивные, тренировочные, соревновательные деятельности, тогда уже, ну, наверное, можно выдохнуть и расслабиться. Ну, и если все-таки уже тренер уже все проверен и вызывает доверие у вас, тогда уже довериться тренеру и не влазить вообще вот в процесс ни тренировок, ни соревнований. потому что хороший тренер, он знает, что делать, он знает, как лучше подготовить ребенка, какие задачи поставить, и когда вот родители пытаются вмешиваться в этот процесс, то получается только хуже, потому что ребенок слушает, родители одно говорят, тренер другое говорит, и у них такая каша в голове, и с этой каши они выходят на старт, и это только мешает. Вот, это если мы говорим вот про тренеров, ну, и ни в коем случае, конечно, не, как бы, не понижать авторитет тренерский, это тоже только против ваших детей будет, потому что ребенок опять начинает метаться между тренером и родителем. вообще я обычно разделяю вот позиции и роль тренера это учить, готовить, да, к соревнованиям, а роль родителей это быть подушкой безопасности, ну, и обеспечивать материально своих детей. Все, то есть никаких вот этих пересечений не должно быть. Так, ну, и пойду дальше. Если ваш ребенок уже начал ходить, начал, уже вы определились со спортом, вы попробовали и ваш ребенок выбрал, сказал, вот здесь мне нравится, здесь я получаю радость. И всегда говорю родителям, имейте в виду, что первые два года это все-таки общая физическая подготовка, ОФП, потому что некоторые сразу начинают ставить цели невообразимые, говорить, вот у них все равно начинаются первые соревнования там на уровне клуба, на уровне города. И, как правило, первые соревнования, вот, как правило, проходят успешно, потому что ребенок еще воспринимает это как игру, как спортивный праздник, ему все интересно, он там одевает определенную форму, костюмы, там, какое-то внимание к себе получает. и вот здесь уже начинают закрадываться первые тревожные такие вот сигналы, нотки, потому что первый успех у родителей сразу прям вышибает планку, да, они сразу считают, что все, мой ребенок победитель, только так, а не иначе, и уже ко второму турниру они начинают ему задавать вот такую цель, но ты же можешь, у тебя же получается, давай, давай, все будет, ты всех порви, особенно бойцам, там, бойцам, борцам это говорят, и ребенок уже понимает, а вдруг у меня не получится, а вдруг я не справлюсь, и вот эти вот, а вдруг вот эти страхи, они начинают его утяжелять, и как правило на втором, на третьем соревновании большинство детей после вот первого успеха они начинают проигрывать, потому что страх в голове, он начинает утяжелять тело, ну, как сами спортсмены говорят, и тренеры, ноги становятся ватными, тяжелыми, неподвижными, руки не поднимаются, голова отключается, и, конечно, это все подтверждается физиологией, работой головного мозга, но я сегодня не буду прям так углубляться в медицину, но все вот эти последствия, они сформируются именно в голове, поэтому, если ваш ребенок победил, это ни о чем не говорит на первом соревновании, это его опыт, это позитивный опыт, его, конечно, нужно поддержать, но при этом сказать, хорошо, молодец, возьми все лучшее из этого выступления, работаем дальше и готовимся к следующему турниру, если же ваш ребенок проиграл, опять же, нужно поддержать, а не ругать его ни в коем случае, да, а говорить, ты молодец, я с тобой горжусь, ты первый раз выступил мужественно, показал то, что ты умеешь, в следующий раз мы подготовимся, и будет лучше, например, твое выступление, твой результат, и могу сказать, что родители учатся вместе с ребенком, они учатся вместе с ребенком своим и проигрывать, и побеждать, и преодолевать какие-то страхи, преодолевать трудности, поэтому такая хорошая школа для родителей, школа роста спортивного, спортивного. Вот, но я так понимаю, вопросы все потом будут, да, я пока рассказываю только? Да, пока можно рассказывать, вопросы, само собой, мы сейчас набираем, уже появляются вопросы, так что потом, как говорится, вратарь готовится к бою. Хорошо. Я, в принципе, готова, наверное, уже к любым вопросам, потому что каждый... Как, вообще к любым? Ну, вообще к любым? По теме, наверное. А, по теме все-таки? Нет, ну, если есть какие-то и не по теме, в принципе, почему нет, тоже можно, если интересный вопрос. А теперь вот хотелось бы перейти уже к следующему вопросу, как все-таки родителям более экологично, более правильно, психологически относиться к своим детям, которые уже в спорте, которые занимаются. То есть первый вопрос все-таки больше касался выбора и первых таких ступеней в спорте, а вот второй именно уже непосредственно тех, кто занимается. На самом деле здесь проблем очень много. И вот за каждой проблемой, ну, я бы сказала, процентов 60 стоят именно неправильные, некорректные действия родителей. Именно родители часто навязывают вот эти страхи своим детям. Иногда даже неосознанно. То есть не всегда родители даже понимают, что они, например, каким-то словом, какими-то действиями могут вселить своего ребенка те же самые страхи, неуверенность, тревогу, нежелание дальше заниматься, когда мотивация начинает пропадать или падать. И вот сейчас как раз об этом хотелось бы проговорить, озвучить это. Ну, начну с того, что вообще любое соревнование это стресс. Это огромный стресс для детей, как и для родителей, для тренеров. Но я сейчас вот говорю больше про ребенка. И всегда родителям говорю, вот представьте себя, ваш ребенок один выходит, неважно там куда, да, кто на лед, кто на ковер, кто на дорожку, кто в любом виде спорта, кто на корт, там, на свою площадку. И вот он один, на него смотрят зрители, его оценивают судьи. А если он еще и боец или борец, то есть он еще и один на один с соперником. И вот в это время нужно собрать все свое мужество, все свое самообладание и показать все, что ты умеешь, и еще и победить соперника, если это контактные какие-то виды спорта. Для ребенка это просто колоссальный стресс. Просто некоторым родителям кажется, ну что там такого, вот на тренировке ты это делал, пошел, вышел и все то же самое повторил. Я всегда говорю родителям, попробуйте сами вот так выйти и все это сделать. Ну и некоторые сразу, конечно, понимают, что это не так-то все просто. Некоторые даже, в принципе, боятся, ну, публичных выступлений, да, в принципе, выйти и там что-то рассказать на сцене или вот как сейчас я выступаю, я тоже волнуюсь. Вот. А детям приходится это преодолевать один на один порой. И с этим нужно, это нужно прожить, это нужно научиться, этот опыт нужно набраться. Поэтому требовать от ребенка вот этой собранности, уверенности, концентрации, особенно в первые годы его соревновательной деятельности, ну, просто нельзя. И вот каким образом родители вообще загоняют вот эти страхи в детей? Я сначала, наверное, расскажу вообще, какие страхи бывают и по ходу там вот буду комментировать их. Вот первый страх, который часто именно озвучивают дети, который я вижу, это страх расстроить родителей. Страх их огорчить своим каким-то неудачным выступлением. И если вспомнить, какие вот детки маленькие, да, когда они говорят, мам, посмотри, что я умею делать, пап, посмотри, как я умею. Вот то же самое они хотят и во время выступлений показать. И они делают, ну, то, что они могут сделать на данный момент в силу вот своей собранности, в силу своего опыта, в силу своей саморегуляции. И когда они выходят, ну, после своего выступления, после старта, если они победили, там еще, ну, как бы, все-таки более-менее все хорошо, да, складывается. А если вот они проиграли? Я периодически бываю на соревнованиях, наблюдаю очень разные картины. Иногда прям хочется схватить родителей в охапку и куда-нибудь его вообще увезти в коридор, чтобы он близко к своему ребенку не подходил. Родители не всегда сами умеют управлять собой. И вот вместо того, чтобы своего ребенка поддержать, как-то приобнять, да, отметить то, что ему понравилось, например, выступление. Родители начинают кричать, причем не всегда даже просто кричать, а именно какие-то истерики свои включать. Понятно, что они сами переволновались, но вот такая реакция, она никак не играет в пользу ребенка. Если они думают, что накричали на ребенка и он прям сразу прям весь такой включился и на следующих соревнованиях выступит замечательно, то глубоко ошибается. Вот все наоборот происходит. Если все-таки немножко вот углублюсь в медицину, да, просто хочется, чтобы это объяснить не просто на словах. Вот когда любые наши эмоции, это наши нейромедиаторы, это наши гормоны. То есть, когда мы испытываем радость, это серотонин, да, когда предвкушение там, например, перед соревнованием, когда выходит спортсмен уже соревноваться, там включаются другие совсем нейромедиаторы, гормоны, это адреналин, норадреналин, кортизол и, ну, в общем, другие там, множество других гормонов. Если, например, сильно расстраивается, да, спортсмен, то это остается уже адреналин и кортизол. То есть, норадреналин – это гормон хищника, адреналин – это гормон страха все-таки, как вот определяют медики. Ну, и когда мы успокаиваем ребенка, обнимаем его, то это мы помогаем ему через гормон окситоцин, то есть это гормон объятий. И когда ребенок хочет побеждать, когда он наполнен вот этой решимостью, это гормон дофамин, нейромедиатор, гормон дофамин. Вот для чего я вам все это рассказываю, да? Вот чтобы, например, включить гормон победителя, гормон хищника, это норадреналин. Ребенку с утра, в день соревнований, уже нужно быть наполненным радостью, серотонином, потому что без серотонина не вырабатывается в полной мере гормон дофамин, а это гормон мотивации. Если нет мотивации, нет норадреналина. То есть, если нет радости, если так связать эту цепочку, то ребенок больше работает на страхе. А на страхе ребенок не побеждает, как правило, потому что я уже говорила, там тело утяжеляется и так далее. И вот с этим адреналином, а еще туда добавляется кортизол, это очень тяжелый для ребенка гормон. Если он остается, там очень много последствий, разрушающих вообще для здоровья, для психики. И вот он выходит весь расстроенный, в слезах, у него там выброс мощнейший всех этих гормонов, в том числе вот в большей части адреналина, кортизола. И вместо того, чтобы приобнять, успокоить его, используя гормон окситоцин, родители кричат, и разрушается вся радость, и разрушается весь дофамин, мотивация. И к следующему соревнованию в голове у ребенка уже сохраняется, соревнование – это плохо, это страшно, это больно, ничего хорошего соревнования не несут. И, соответственно, к следующему турниру ребенок уже наполнен, то есть в голове уже включился такой фиксатор, что это приносит боль, это плохо, и мотивации-то нет, а есть именно вот этот страх, то, что ему мешает. Поэтому, если все-таки родители хотят сохранить мотивацию к соревновательной деятельности ребенка, то лучше все-таки поддержать его, успокоить, сказать, я понимаю, я понимаю, что ты расстроен, я понимаю, что тебе хочется поплакать. Если он плачет, пусть поплачет, ничего страшного в этом нет, потому что это напряжение нужно куда-то деть. Вот. И тогда ребенок понимает, что его поддерживают, он ощущает вот эту вот поддержку со стороны не только там родителей, может быть, но и тренера. Если родители, несмотря ни на что, увидят хотя бы один-два плюсика в его выступлении, вот тогда дофамин сохраняется, эта мотивация, и тогда есть желание выступать дальше. Ну, а про плюсики, наверное, прям сразу тоже скажу. Плюсы нужно видеть обязательно в своем ребенке. Расскажу маленькую притчу, чтобы было, наверное, более понятно. Ну, такая достаточно известная притча про двух волков. Индейец разговаривает с своим внуком и говорит ему, старый индейец, понимаешь, внучок, вот в каждом человеке живут два волка. Один смелый, там, щедрый, умный, ну, и все хорошие качества, да, такие. А второй волк трусливый, там, жадный, ну, и все плохие качества, там, неумные и так далее. И вот они между собой всегда борются. Внук спрашивает тогда, дедушка, ну, если эти волки постоянно борются, тогда кто-то из них побеждает, и индейец говорит, понимаешь, внучок, побеждает тот волк, которого мы кормим. И всегда родителям задаю вопрос, вот понаблюдайте за собой, какого волка чаще кормите вы у своего ребенка. То есть, если вы делаете, как бы, акценты больше на негативные какие-то, вот ты опять сегодня не убрался, ты опять опоздал, ты опять там не сделал уроки, ты опять, ты опять, то есть, вот эти все негативы собираем, то мы как раз выстраиваем личность именно такую, мы кормим такого волка, и потом, в общем-то, не надо удивляться, почему ребенок у вас не уверенный в себе, не самостоятельный, не ответственный и так далее. А вот если мы научимся замечать вот эти плюсики, ты сегодня лучше это сделал, чем вчера, сегодня у тебя это лучше получилось. Я горжусь тобой, что ты принял решение и выполнил это. То это вот уже совсем другая история, и ребенок растет совсем другим набором качеств. Но опять же, всегда говорю, это не значит, что совсем на минусы не нужно обращать внимание, да, просто о минусах, об ошибках скорее. Нужно говорить наедине, спокойно, и с той целью не чтобы унизить там или поругать ребенка, а чтобы найти какие-то выходы из этой ситуации, чтобы ребенок сам подумал, как ты можешь справиться, например, в следующий раз с этой ситуацией, как ты сможешь преодолеть, если бы у тебя была возможность повторить эту ситуацию. Вот. Ну, я к чему говорю, да, вот иногда, например, была такая ситуация, что девочка вышла тхаквандистка на корт, ну, на даян, как называется, там, и увидела соперницу, ну, для нее она показалась очень сильная, там, с черным поясом, испугалась и просто убежала с корта, то есть не стала ничего делать, не стала соревноваться, и мама меня спрашивает, ну, если вообще ребенок убежал, за что его хвалить-то? Ну, я говорю, ну, она же вышла, она же видела соперницу до выхода, и она набрала себе мужество и сделала это, и вот хотя бы вот это нужно было подкормить. Сейчас эта девочка уже успешная спортсменка, то есть мы преодолели, в общем-то, все эти страхи, сейчас она уже и призер, и победитель соревнований, но вот этот момент нужно было прожить и понять, видимо, и девочке, и маме, может быть, и тренеру. Вот. Поэтому, чтобы вот не расстраивать родителей, да, чтобы дети не боялись расстраивать родителей, родителям нужно правильно принимать детей после соревнований. Если вы будете видеть плюсы, если вы будете правильно, адекватно относиться к детям, дети совсем по-другому будут ощущать тебя на этих соревнованиях. Я не буду много приводить примеров, потому что на самом деле их очень много, просто еще такой вот момент скажу родителям, вот просто совсем недавно разговариваю с мальчиком, ему 8 лет, 8 лет, специально подчеркиваю, он проиграл, я говорю, ну почему ты так вот переживаешь, почему ты расстроен из-за своего проигрыша, он говорит, ну понимаете, мама же с папой столько в меня денег вкладывают, как-то он сказал, даже вбухивают, по-моему, вот, а я, ну вот, не оправдываю как бы их надежды, и поэтому я очень расстроен. Ну, можно предположить, да, что все-таки об этом ведутся разговоры, иногда родители говорят, вот мы с тобой столько ездим, и все безрезультатно, и деньги в тебя вкладываем, а ты результаты не показываешь, и в общем, все это напрасно. Ну, вот могу таким родителям сказать, это все не напрасно, потому что вот такой соревновательный опыт, сколько бы ребенок ваш не ездил, и даже если он проигрывает, это огромный опыт, опыт преодоления, опыт обучения, и когда-нибудь этот опыт обязательно перерастает уже в качество, то есть количество в качество, ну, главное правильно вот к этому относиться, реагировать. вот следующий момент, да, страх, то есть первый страх, это у нас расстроить родителей, самый такой вот, ну, сильный для детей, второй, это стать хуже другого, то есть это такой вот страх потерять свое лицо, страх понизить свою самооценку, и могу сказать, что это тоже навязанный страх, то есть это не ребенок сам себе там напридумывал что-то, ну, я, приведу вот пример тоже, просто один из последних, я последний пример, лучше всего запоминаю, рассказываю про них, девочка победила, девочка выиграла, бой, выходит к маме там, ну, допустим, Маша и Даша, да, я не буду прям имена спортсменов называть, истинным, мама хвалит ее, Машенька, ты вообще умница, молодец, я тобой горжусь, ты ее все правильно похвалила, и говорит, а вот Даша там, да, вот, которая стоит, вот она сегодня не справилась, вот она сегодня неудачница прям, и какими-то такими вот прям обидными словами, и с одной стороны, вроде бы она похвалила своего ребенка, да, но одновременно уже вот такой вот страх в голову ей забило, что когда я проиграю, меня назовут так же неудачницей, что я не справилась, что я не смогла, ну, то есть такую вот медвежью услугу делает родитель в этом, в такой ситуации, поэтому, конечно, здесь нужно быть, ну, опять же, осторожным, даже когда мы хвалим своего ребенка, ни в коем случае не надо в это время как-то принижать другого, потому что наш ребенок, у него как программка, все это записывается, даже на бессознательном уровне, и, ну, потом получаем то, что получаем. Ну, и вообще, я считаю, что это вот культура в самих командах должна быть развита, что если кто-то проигрывает, поддерживать его, и есть такая культура в некоторых командах, и меня это очень радует, особенно здорово, когда болеют друг за другом, когда поддерживают, когда, ну, вот такое именно искреннее участие, ну, и есть команды, где такая очень жесткая конкуренция, и где готовы там, ну, можно утопить друг друга, да, и это не на пользу ни одному ребенку, ни победителям, ни проигравшим, просто вот на это бы хотела обратить внимание. Третий страх – это сам момент поражения пугает, то, что я именно проиграю кому-то, ну, и здесь, наверное, тоже нужно учить ребенка правильно относиться к проигрышам. Просто для некоторых, например, слышу иногда, что вот если ты сейчас вот не выиграешь, то все. То есть любое соревнование, любой турнир – это лишь момент вот в процессе всего развития вот спортсмена, да, и важно приучать своего ребенка именно воспринимать это как один из этапов твоего развития. Вот завтра соревнование, давай мы его с тобой проживем, давай ты сможешь, ты попробуешь показать то, чему ты научился, и мы посмотрим, что у тебя уже работает, что у тебя уже получается хорошо, а то, что, например, не получилось в этот момент, мы это построим как задачу, как план к следующему турниру, и будем работать дальше. То есть вот лучше выстроить всю эту соревновательную деятельность в виде процесса, а не так, что вот все, только сейчас или никогда, выиграть или проиграть. То есть это не совсем экологическое такое отношение по отношению к спортсменам, и это их на самом деле вот у них вызывает такой страх поражения. Все, если проиграл, то это конец жизни. То есть любое поражение – это огромный опыт. Я бы даже отметила, что именно на поражениях спортсмены учатся гораздо большему, потому что когда они выиграли, ну, вроде как выиграли, и так молодцы. А вот если проиграли, то здесь очень можно найти много таких важных моментов, поставить себе новые задачи, чтобы расти дальше. А если еще проиграли сильным, именно достойным соперникам, то это еще больше плюс, потому что именно только на сильных соперниках мы можем расти. Ставлю на этом акцент, потому что, ну, иногда вот радуется именно «Ура, у меня сегодня там слабые соперники, я смогу там хорошо выступить и всех победить». Да, сегодня победите слабых соперников, но роста дальнейшего не будет, потому что рост может быть только в конкуренции с сильными соперниками. Ну, вот следующий, наверное, страх, еще два я обозначу страха. Следующий страх – это страх боли. Многие спортсмены, особенно юные, боятся боли. И здесь, наверное, больше все-таки такой момент к тренерам. Я всегда говорю, что чтобы спортсмен был более уверен, его надо научиться, ну, во-первых, защищаться, если это борьба там или боевые виды искусства, или правильно падать, чтобы все-таки предотвращать какие-то вот именно такие болевые, травмирующие падения. Но это отдельный вопрос. Вообще, если был какой-то травмирующий опыт, травматичный вернее, то с этим надо работать отдельно, потому что это, опять же, все фиксируется в голове. Ну и боязнь не справиться тоже, вот как один из страхов, но он, наверное, вытекает из всего вот этого, то, что я сказала. Так, я, наверное, вот… У меня еще много правил. Я, наверное, их просто перечислю, да? Не буду сильно прям расшифровывать, потому что времени, наверное, уже много, да, прошло? 51 минута. 51 минута. Да, ну, да, можно, конечно, просто перечислить. Да, я, наверное, их перечислю, а если там, например, какой-то момент заинтересует, тогда, наверное, будут вопросы, я тогда более подробно раскрою. Итак, вот следующее правило. Ни в коем случае не нужно искать виноватых. Просто родители иногда говорят, тренер виноват, было душно, скользко и так далее. Нет. Все выступают в одинаковых условиях, и когда мы ищем виноватых, мы, опять же, делаем медвежью услугу. Я всегда… Ну, мне нравится слово «вызов». То есть, когда у ребенка что-то пошло не так, я всегда говорю, это вызов для тебя. Это вызов для тебя справиться с этой ситуацией, подготовиться лучше в следующий раз. Следующее правило, опять же, к родителям больше направлено. Ваш ребенок – это не заводной медвежонок, он не робот, да, не кибор какой-то, поэтому он всегда имеет право на ошибку, он всегда имеет право, чтобы поплакать. И к этому надо относиться естественно и спокойно. Следующий момент, про который я, кстати, уже говорила, это зеркальные нейроны или как психологическое заражение. То есть, если вы сами не умеете управлять собой, если вы сами не уверены в себе, то, ну, как-то даже иногда смешно от родителей слышать, когда они требуют от своих детей быть уверенными, спокойными, когда сами родители, ну, просто их вышибает там от эмоций. И здесь, наверное, хорошо подходит фраза «от рябинки не вырастут апельсинки», поэтому нужно начинать с себя. Рекомендации перед стартом, чтобы ваш ребенок был более уверен. Вспоминайте хорошие соревнования, не плохие, а именно хорошие, чтобы оживить именно те вот программы нейроны в головном мозге, которые отвечают именно за успех. Помечтайте, что будет. То есть, позвольте, опять же, ребенку включить вот эти участки головного мозга, которые помогут ему прийти к этому успеху и, по крайней мере, чтобы включить ожидания этого успеха. Ну, и всегда говорю, самое главное – это любовь матери или молитва матери, вера отца. То есть, если это есть, как правило, ребенок преодолевает трудности с большей уверенностью. Ой, много, наверное, еще. Сейчас кое-что пропущу. Да, вот еще такое. Если мы говорим о программировании, то вообще обращайте внимание на то, что вы говорите. Часто слышу «не упади», «не бойся». Да, вот есть такие особенности нашей психики, что во время стресса мы не слышим «не», а мы воспринимаем слова буквально. И мы именно слышим то, что слышим. Вот буквально не так давно тренер мне говорит, ну, я же ему говорю, не бей правый, а он бьет правый. Я говорю, ну, так вы же сказали, не бей, да? То есть, вы сказали, по сути, бей правый. Я всегда говорю, лучше перефразируйте и сделайте это вот в позитивном ключе. Как лучше заменить «не бей правый», бей левый тогда, да? Не упади, будь более устойчивым. Не плачь, соберись, сохрани себя, да? Ну, и по-другому как-то говорить, но главное, что без «не». Так, ну и последнее, наверное, вот про что я сейчас скажу, это питание и сон. То есть, если вы хотите, чтобы ваши спортсмены на самом деле были успешными, очень важно уделять внимание, именно приучать самого спортсмена, давать ему такое осознание, что сон и питание это важно, это ресурс, именно это даёт ресурсы нашему организму. Если ребёнок ложится поздно спать, если он не отдыхает ночью, то наш мозг не успевает перезагружаться, не успевает отдыхать и особенно это видно в день соревнований, то есть, когда, например, спортсмены едут всю ночь там на поезде, плохо спят или, например, на машине и приезжают утром, а им нужно уже идти на соревнования, то, как правило, очень нехорошо себя чувствует, очень тяжело. Поэтому выспаться нужно обязательно. И питание. То есть, чем больше ребёнок употребляет в пищу всякой химии, непонятной там чипсы, кириешки, там непонятные шоколадки, напичканные всякой ерундой, то всё это забирает у него энергию, потому что силы организма направлены не на то, чтобы давать ребёнку энергию, чтобы он хорошо себя ощущал на тренировках, на соревнованиях, силы направлены на то, чтобы перерабатывать вот эту всю химию, которая считается такой, как бы, чужеродной для организма ребёнка. Вот. Наверное, остановлюсь. Наверное, давайте вопрос. Наверное, остановишься. Хорошо прозвучало. Ну что ж, первая часть нашего эфира подошла к концу. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 октября 2019 года, вторник. Дети в спорте, о чём важно знать родителям юных спортсменов в виртуальной студии Елены Воиновой, Алексей Орлов. И напоминаю, что вопросы реплики мы принимаем на сайте народного славянского радио slavradio.org и на нашем канале в YouTube youtube.com slash slavradio. За виртуальным пультом находится Роденко Евгений и помогает ещё Светлана Большакова, принимает вопрос ли за чатом. Одна из модераторов. Ну что ж, предлагаю Евгению включить отбивочку и перейдём ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok